Девочка-пай 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 Во-первых, что хотел сказать, мы нифига не спали, я за последние 12 часов ночи, сейчас 7 вечера, спал, грубо говоря, 2 часа. Но нам надо провести разведку, перед тем, как стемнеет, до заката остался 1 час. Сейчас мы будем вскрывать гвоздь нашего сегодняшнего вечера, это фонарик, который нам прислал Макс 911, который занимается усилением, фонарик должен вернуться на Фантом и освещать, даже не знаю, уместно не освещать, выжигать все вокруг вообще по свету, тыкнуть, вот. Так. Не проткни машину Макс, нам еще на ней ебать обратно. А, нежная француженка у тебя. А еще у тебя охренительно, по-моему, тупой нож. Это Фискарс, мужич. Фискарс, тупой Фискарс, да. Фискарс, это спонсор сегодня нашего вечера. Страшно? Так. Почему это болтается? Ну, это пультик, походу. Для включения. Да. Прикольная штука. Копическая. Диджитал ремоут контроллер. Вот сам фонарь. Все печатное. Охлаждения на нем как такового нет, по сути охлаждается только через вот эту вот планку, может быть. И за счет того, что здесь какие-то отражатели, ну, отражающая поверхность. Возможно, она будет рассеивать, но вообще я сомневаюсь, что она будет рассеивать тепло. Кстати, охлаждение будет от обдува пропеллерами. Вот эти вот штучки, конечно, должны вставляться в конце лучей, где стоят прозрачные заглушки. Вот какие это модели у нас работают? Фантом 4, Фантом 4 Pro. Кажется. Вот. А, кстати, в пульте вот такая вот маленькая, твою штуку, батарейка. Суть в чем у нас получается? У нас есть вот такой, так называемая штука медь, которую должно управлять включением фонаря. Управляет она таким образом, что здесь стоит фотоэлемент, который считывает свет с передних габаритных огней, которые можно повесить, их включение можно повесить на кнопку. И по нажатию на эту кнопку они будут включаться, соответственно, будут включать эту фиговину, и она будет давать сигнал на фонарь. Либо использовать пультик, то пультик вроде там подействует на какое-то ограниченное расстояние. А так как у меня замазаны вообще все габаритные огни, мы скорее всего будем пользоваться пультом. Мы установили батарейки, у нас есть пультик, вот такой вот фонарик. И включили, выключили. Включили, выключили. В общем, будем светить. Он выжигает капец. Да. Единственное, что тут есть еще какие-то режимы работы переключения. Макс сказал их не трогать нафиг. Потому что... Нет, это ладно. Вот эти вот самые главные переключатели. Угу. Потому что мы типа не разберемся, как оно там работает, или не сможем вернуть все как было. И что еще можно сказать. Данная версия не имеет возможности наклона. то есть светить они будут четко вперед. А для того, чтобы светить нам, например, вертикально вниз, нам надо будет делать какой-то колхоз, чтобы оно висело вот так. И из минусов можно отметить, что вся эта... Сколько она весит примерно, интересно? То есть... Ну да. Ага. Грамм 250-300, наверное, 200. Да. Граммов, наверное, 300. Короче, вся эта штука будет висеть на одной стороне фантома. И, в общем, туда перевешивать. То есть время полета фантома уменьшится, и нагрузка на его передний мотор увеличится. Светодиоды откровенно так розовят. Очень сильно отдают розовым. Это сразу видно. Так, всем еще раз привет. В общем, сейчас мы... Солнце уже садится. Ну да хрен с ним. Как бы будет небольшая разведка. Может, еще завтра успеется все. Завтра, на самом деле, очень много должно чего успеться. В общем, сейчас я соберу гоночку и попробую пожужжать немножко. Потому что я успею даже что-нибудь полезное снять до того, как сядет солнце. Потому что завтра этим заниматься, честно говоря, не очень бы хотелось. А какой будет колхоз? А я ей сейчас демпферы поставлю сюда. И главное, чтобы она там не отвалилась. С моей картой на 64 га. Твоя карта не стоит двадцатку. Которую надо будет сто пудов найти в случае чего. Слушай, держится вроде крепко. Если ремень не подведет, все будет огонь. Поехали! 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 Раляль? Поехали! Поехали! И, прием skipped. Надо не наступить, ребят. Дреналома на связи. Короче, я решил поснимать на бреющем полете. Летел над травой, один раз траву покосил, потом как бы понемножку набрал высоту, решил еще чуть-чуть снизиться, сначала все нормально, потом там был холмик. В результате я убрался в траву. Дрон нашел сразу, аккумулятор мне тут ребята помогли найти, а GoPro 7, которую я взял у знакомого, нам сейчас еще предстоит искать, потому что непонятно куда она улетела, ремень, который я держал, лопнул. Аккумулятор вообще как-то умудрился из-под двух стяжек выскочить, не понял каким образом это произошло. Ну, будем искать. Хер мы что нашли. Завтра надо будет продолжить поиски. Зато посмотрите, какой туман. Если вам кажется, что это было прохи, будет что-то понятно и видно. Покупайте гоночные дроны. Гонки это весело, увлекательно. Вы будете больше проводить времени на природе. Я обязательно летаю, но как минимум будете камеры искать. Не видно ничего. Но мы пытаемся. Иди погладь. Ой, ты, господи, какая девочка маленькая или пацан. Мы просто, мы спустились, короче, в самый туман. И тут вообще не видно ни черта. А проверка тут есть. Еще чуть-чуть. Табличка. Мы заработали твою конструкцию на стяжках. Потому что, наверное, чтобы оно вниз светило, а в крепежке оно будет светить только вперед. Так последнее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, не буди народу Я думаю, что в каком-нибудь порядке не том проиграешь, вызовешь кого-нибудь Пока батарейка не села, надо немножко прояснить пару вещей В общем, мы пытались блог записать, но ночью немножко забили на него Потому что, а, мы снимали и там требовалось две руки Четыре? Четыре руки В общем, мы сейчас очень хотим есть и спать Вот, а во-вторых Ну, хорошему нужен, короче, отдельный человек Потому что, когда увлечен съемкой про блог, немножко забываешь Самый-то прикол в чем Мы же долбанутые Мы снимали где-то со скольки там С десяти, да, кажется? Или там даже с девяти До, типа, пол первого Что-то такое И сейчас я, например, подскочил в 4.40 К рассвету А сейчас у нас 7.15 Большинство народа, конечно, в это время еще спит За исключением тех, кто По утру решил быстренько свалить Обратно домой В общем, мы На следующий день, в 11 часов Приехали искать на этом поле Гопрошку, которая вчера свалилась с дрона Сам коптер мы нашли Точнее, я нашел Вот там вот белые цветочки есть Буквально метра за два, наверное, до них Ремешок Ремешок, короче, инерции, видимо Или от того, что Гопрошка ударилась И ее там на излом повело Оторвался Его реально порвало тут В почти двух местах После того пуста В резиновую прокладочку Чтобы, во-первых, Гопрошка лучше держалась Во-вторых, она демпфирует Немного вибрации от рамы И не должно быть желе Аккумулятор мы нашли Где-то тоже вот в той же самой области А саму Гопрошку мы нашли здесь Лежала она вот тут вот У куста Короче, где-то Сколько у нас ушло на поиск? Часа полтора-два В общей сложности полтора-два, да Да, вот За полтора-два часа мы такие ее нашли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА